Приветствую вас. Давайте мы с вами начнем, значит, ну, пожалуйста, того, значит, что вы не задаёте вопрос вообще, что вы не озвучиваете то, что хотите. То есть вы просто описываете ситуацию и всё. Что вы хотите с этим делать не совсем понятно. Такое ощущение, что вы, значит, получаете некое удовольствие от того, что себя обучуете. Вот. Бучуете и, как бы, взваливаете ответственность на себя за благосостояние других людей. Вот. А другие люди радостно обвиняют вас в том, что это вы виноваты. То есть момент здесь в том, что вы соглашаетесь с мыслью о том, что именно вы ответственны за благосостояние взрослых людей. Вы берёте ответственность на себя. И у вас, поскольку людей, других людей всегда больше, у вас не остаётся никаких, никаких сил на то, чтобы что-то делать для себя. Вот. Поскольку нет сил для того, чтобы делать что-то для себя, остаётся только путь, делая что-то для других, пытаться получить что-то для себя. Поскольку делая что-то для других, вы всегда сталкиваетесь с таким социальным элементом, как оценка. Оценка, оценка всегда, как бы, ну, нам всегда может быть, может быть негативной, например. Да? Вот. Что вы становитесь, по сути, заложником этой системы и, по сути, находитесь в тупике. Вот. Но самый главный здесь момент в том, что вы ничего не делаете для себя. Самый главный здесь момент в том, что вы очень сильно обесцениваете себя, соглашаясь в принципе с вашими близкими в том, что вы во всём виноваты. Вот. Я полагаю, что ваши взрывы связаны в какой-то степени с тем, что вы не выражаете свои чувства в полной мере. Вы пытаетесь это себя блокировать, ну, это, конечно, не получается так, как, ну, как хочется, да? Не получается, вы вот, вы себя можете обвинять за то, что, ну, не можете вы действовать так, как, вот. От вас. От вас. Хотят. От вас. Людям. Вашим близким. И, соответственно, на постоянной основе, получается, вы сюда. Ну, принижаете вы себя на постоянной основе, обесцениваете вы себя на постоянной основе корите и так далее. Вот. Хотя, в практической пользы от этого, кроме какой-то такой вот самообечивающей истории, ну, наверное, нет и в принципе быть не может. Вот. Так что, может быть, вы и не самый легкий человек. Может быть. Но правда в том, что вы не должны быть легким, легким человеком. И правда в том, что вы можете измениться. Как вам сказали мои коллеги, если вам этого хочется. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что, ваш вопрос, это вопрос сейчас про, ну, в большей степени, про, ну, пожаловаться. Как бы. Как бы. Вот. Ага. Но не про то, что делать дальше. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что, вам нужно решить, да? Вам нужно решить, хотите ли вы меняться, хотите ли вы разбираться в себе или хотите вы, может, продолжать вот быть такой несчастный, да? Не принадлежащий себе и так далее. Вот. Вот. И все. Все. А, что касается людей, то, вами манипулируют, да, манипулируют, потому что вы склонны с этим соглашаться. Вот. Вот. И если можно вам верить в вину, как бы, что это то, почему бы человеку это не сделать? Вот. Почему бы это не сделать человеку? Поэтому они это и делают. Вот. Да. Нужно отделить то, что чувствуете, хотите, хотите вы с нами и то, что вы должны. И то, с чем вы согласны. И с того, что должны. Вот. Это очень, ну, такой, важный, на мой взгляд, момент здесь. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Вот. По крайней мере. По крайней мере, это вот то, что, ну, то, как мне эта ситуация видится. Вот. Аа, значит, так, э, смотрите. А, значит, э, вам нужно определить со всеми, чего вы хотите от психолога. да, в первую очередь, и сформулировать ваш запрос, потому что пока что нет запроса, да, можно сказать, что вы просто требуете от людей того, чтобы они изменились, но люди же меняться не будут, вот, я надеюсь, вы не думаете и не ждете, что люди будут меняться, надеюсь, что вы не думаете и не ждете, что кто-то захочет менять, то есть вот, что люди захотят менять, ну, я имею ввиду, что ваши близкие, например, захотят меняться, я очень надеюсь, что вы на это не рассчитываете, а значит, имениться можете вы и сделать это совсем не так сложно, если поставить такую задачу, поставить такую цель, вот, так что, это вот такая ситуация. Дальше. А, значит, так, я замужем двое детей из 6-3,5 года, оба моих родителей живы, есть младшая сестра, но обратите внимание, что вы в первую очередь пишете про свой возраст, вот, то есть как бы здесь первоначально, как бы вас волнует возраст, да, то есть вот, вероятно, это что-то вроде кризиса вашего возрастного, да, вот, кризиса, вот, и, соответственно, уже с этим, кризисом нужно работать. Дальше. Случилось, так случилось, что я всегда слышу брюки, недовольство, характер у меня не на всеми, так считается семья. Чисто вообще из чувства вины, стыд, агрессия. Агрессия – это то, с чем здесь нужно работать, то есть выговориться, выплеснуть все свои переживания, то, что вы чувствуете, то, что у вас болит и так далее. Это достаточно важный здесь момент, мне кажется, что вы в какой-то степени вот это все в себе выжимает рот. Такая вот история здесь, я бы сказал. Дальше. Значит, так, что мне становится тяжело, я не могу брать и улыбаться, когда мне плохо, от чего вам плохо, давайте подумаем, от чего вам плохо. Вообще, я тяжелый человек, это или факт, или меня это уже минусе, но я с этим не разобрал, нам отделить то, что внешне, то что и то, что снаружи, снаружи, то что внутри. В голове есть только одна мысль, для меня будет всем хорошо, но это подавленная такая агрессия. Мне хочется уснуть, так, если мысль рациональная, наверное, я могу, я могу только так. Почему вы считаете, что вы, в принципе, можете, должны всех осчастливить? Вот эта вот идея семьи, как идея пожертвовала. Очень собранные были счастливы, и вы считаете, что вы можете сделать их счастливыми? Со мной, видимо, это не будет. Почему вы думаете, что дело у вас? Почему вы думаете, что вообще счастье одного человека зависит от другого? Если раньше я был одной, могла уйти в себя и туда, и теперь, в общем, никому не мешает, а теперь это сделать сложнее, ездите, одна я не бывает, практически страдает они из-за меня. Ну, опять, опять же, надо сказать об этом, для чего вы создавали семью, и выходили за ночь. Так как я могу плакать и стырить, как говорит муж, а вы-то сами что думаете, а нет, увидеть? Хочется простое счастье, но так, сил уже нет. Если бы я знал, что со мной не будет счастлив, я бы не расшелась, но вы меня не спросили, так, может быть, именно потому что вас не спросили. Это и не ваша ответственность. Пыталась создать семью как в кино, сделала только хуже. А зачем семьи-то хотели создать лица, чтобы что? Чтобы быть такой же, как все? Чтобы вас не осуждали? Это вы боитесь. Что у вас еще есть помимо семьи? Почему у вас только семья определяет? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok